Девушки отдыхают До этого момента Ребята, всем привет Вот заболел я Чуть-чуть приболел, прихворал И почему-то Вторую ночь подряд Мне снятся покемоны, товарищи Можете это представить? Ну, на самом деле я-то тот еще покемон-мастер Я, конечно, профессионал, я играл в игры Я смотрел аниме, мангу даже читал Но то, что я когда-нибудь это делаю Буду делать, на самом деле, на YouTube Играть в эти игры, проходить их сюда Я думал, что, может быть, и буду Но уже когда-то потом В глубокой старости, скажем так Но пока что старость не очень глубокая Поэтому я и подумал, что пока и ладно Вот, ну Есть у меня зритель В руку товарищ Дмитрий Подчасов Димон Камон Димон Дегимон Который зарекрестил мне играть в Дегимонов Подарил игру И я что-то начал играть в этих Дегимонов И так меня прям вот это еще зацепило И всклыхнуло То, что внутри там, да Вот было такое Карманно-монстровое Я что-то прям сильно по покемонам заскучал Теперь они мне еще сниться начали Я думаю, ну и Пошло оно все, так сказать Да Буду играть Буду проходить Вот, естественно, проходить это все на стримах Я не знаю, как это все будет выглядеть Потому что очень много прокачки Которую хотелось бы вынести за пределы трансляции За пределы видосов Поэтому как-то это в трансляции Это не вынесешь Да, придется сидеть и гриндить тупо целый день Тратить на это время И как бы ну стрим гринда И прокачки уровня Он Ну неинтересен, на мой взгляд А если видосиками, да Там какие-то квесты записал Какие-то там бои Какие-то чего-то там Лига, не лига Еще что-то там Значки Ну это еще более-менее Наверное Будет Смотребельно Если, конечно, это кому-то будет интересно Вообще Короче, стартуем Покемон Лив Грин Первое поколение Эту игру я проходил Она мне знакома Это мое любимое поколение Потому что оно первое И я был ребенком Когда я знакомился с этим всем делом В общем В общем, все круто А геймпад-то почему не работает Что началось А, вот оно как Надо поменять управление Надо поменять управление Срочно Ребят Две секунды Вы Не оберетесь Ребят 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 А то я Ну, я же с ума сойду Во Connected Joy Ля-ля-ля-та-поля 360 Почему 360 Если геймсир Что-то не важно Короче Вот эти все Объяснялки Я-то Позволю себе Проскипать Угу Блин, музыка Музыка, товарищи Поехали Так, это профессор Оук Сейчас он нам расскажет Про то, что Что такое покемоны И что, к чему, зачем Этот мир Тут вот покемоны Вот Не до Не до ран девочка Но чему она тут объясняет Что, почему, как и что Вообще в покемонском мире происходит И И так далее То есть это вступление Оно такое Здесь мы выбираем персонажа Будем играть ему за пацанами За девчонку Естественно, мы будем играть за пацана По крайней мере В эту часть точно Вот Если Играть По Ой, скажем так По манговому, да И каждому персонажу Давать отдельное имя Чтобы это были все разные персонажи Мы так делать не будем У меня будет один персонаж На все части Вот Когда-то я играл на Новом игровом покефоруме То есть была ролевка По покемонам НИП Так называемый Новый игровой покефорум Я там играл Я там Немножко модерил Там было весело Там было супер комьюнити Я до сих пор по нему скучаю И там у меня был Ник У Ник у меня был Плицкрик А до этого был Ник Кирк И мне все равно Несмотря на то, что я поменял Ник Меня все равно Все назвали Кирк Потому что имя моего Там Персонажа Было Кирк Поэтому Я По вселенной Подскимонов Самые что ни на есть Кирк А почему Кирк Потому что Кирк Хэмит Из металлики Все просто И я тогда особо не заморачивался Как пелось У группы Наив Или не наив Или таракан Таракан или наив Не помню сейчас К сожалению Я уж старый человек Песня называется Влюбленный металлист Который Пел про свою девушку Такие слова В песне Ты красива Как Кирк Хэмит В молодые годы Или в юные годы Вот собственно То, что вам нужно знать Опаска Да Поехали Так Это будет наш Да Райвал Главный Вообще В аниме Он Гарри Вот А в манге Не помню кто Гекки У нас будет Гекки Пусть так Это не суть Важная Так Так Вперед к приключениям Смотри Что у нас тут за приставочка Опачки Кто узнал Несочка Несочка Ну и поехали Наши приключения начинаются В постели кстати можно Не знаю сейчас можно или нет Но вообще можно спать И Хилить покемонов Таким образом Ну вот В компектере Кстати нам бы опции Нам нужно Текст Текст пид поставить на фаст Все остальное оставляю как есть Рамочку можно поменять Ну а зелененькую поставим Можно поставить вот такую Которая была в этом В оригинальных покемонах В покемон блу Например Но я поставлю зеленую Потому что мы играем в ливгрин Почему бы нет А ну и засейвиться Надо сразу проверить Работают ли сейвы По-человечески Да Хорошо Так по предметам Нет депозит Нам нечего пока Вытаскивать Один поушен у нас Для покемонов Окей Я просто хочу себе тоже Напоминать Че как тут То я же тоже Блин Последний раз В это играл В каком году В году 2000 лет И давно Даже еще Не было ни прав Ни машины А я уже дед старый И лет наверное Не было 17 максимум А вот И хелпа И нам Ничего не надо Так это Наша мама Так Ну да Все мальчики Когда Когда-то Покидают свой дом Так по телевизору Говорят Наш сосед Профессор Оук Искал тебя Пойдем Получим Нашего первого Пацкимона Ну вот Наш городок Палет Как переводится Не помню Ну и да и ладно Что такое О смотри Смотри Че такое Что ж написано Подсказки тренера Нажми на На старт И в меню Что Ладно Мать Потом поговорим Технологии Невероятные Теперь ты можешь Короче говоря Информацию По покемонам Себе В компактер Засовывать Так Это чей дом Гейки Как раз таки Наш райвал Наш сосед По факту Ну правильно Потому что Город конечно Большой Лаборатория Два дома Ну Бокс А Надо к нему Зайти домой По моему У вас еще нету В этом В Лаборатории Бред кирк Мой брат Гекки Отправился В лабораторию Дедушки Так Большая карта Региона Канто Была бы полезна Ну Мы ее взять Пока не можем Все равно Потом Вроде бы Должны Взять Так Лаборатория Не нагружают Да Тут тебе НПСники По 10 тысяч Информации Короче Профессоровок Такой крутой Крутой Все дела Один из лучших Профессоров Вот у него Стараемся Работаем Учимся И все Но его нет Зато здесь Его Внук А Это всего лишь Кирк Дедушки Здесь нет Ясно По моему Нам надо В траву Зайти Он Появится Айстапэ Кто Собрался Это же Небезопасно Там же Дикие Покемоны В траве Тебе Нужен Твой Собственный Покемон Для Защиты Ну я естественно Уже знаю Кого я возьму И кого я буду Ловить В первую очередь У меня Моя основная Шестерка Пятерка Даже не Не столько Шестерка Сколько Пятерка У меня Шестой Покемон Всегда Меняется Это Либо Какой-то Легендарник Либо Ситуативный Ну вот Но основная Пятерка Убийц В основном Всегда Одинаковая Ну по крайней мере В первом Поколении Потихонечку Вас познакомили С ними Это будет Неожиданно Хотя для кого-то И не то Что бы Прям неожиданно Потому что Там есть Довольно-таки Попсовые Варианты Как говорится Ну let's go Дед Я уже устал Ждать А да Точно Я же тебе говорил Бритик Гекки Я уж совсем забыл Вот Кирк Три покемона На выбор Когда я был маленький Я был серьезным Покемонским тренером Но теперь я старый И у меня осталось Только эти три Так что Выбирай Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вариант чермандер тоже не наш вариант хотя все трое просто бомбически топовые но я всегда всю свою жизнь в первую очередь брал скверту может быть потому что я люблю скверт но не будем про это не будем про это наверно непонятно потому что мне нравится рептилии и птички тогда это любил всегда это обожал поэтому черепашка наш выбор так выбираю водяного покемона вообще это насколько я знаю является выбором сложности игры то есть как ну первоначальный если ты выбираешь трояного покемона то первые два стадиона ты проходишь вообще на изи потому что травяной покемон он супер эффективный против каменных в первом стадионе и против водяных во втором стадионе то есть и первую часть игры проходишь на изях вот но потом уже то покемонов наберешь и с остальными стадионами тоже проблем не будет вот сквертал это средний уровень сложности потому что он эффективен против каменных покемонов но он средней эффективности против водяных вот а вот огненный он и против водяных плохо и против каменных плохо так что это типа сложный уровень сложности но не знаю как рассуждают игроки обычных геймеров вот я этим никогда не руководствовался мне было похер я выбирал кого нравится нравится сквиртл так что дать никнейм сквиртлу конечно я всем своим покемонам раздают никнеймы и всегда у сквиртла было имя сэмми он же у нас мальчик правильный мальчик синенькая штучка почему сами потому что мне очень нравился тогда те времена я был еще фанатом властелина колец толкина и так далее и зачастую покемонов называл в честь каких-то персонажей из вулкиновских романов вот мы соответственно сэм это один из хоббитов я назвал с немножечко такой да с немного измененной темой сэмми поэтому да будет так и в этот раз запечатлением запечатлением на всю жизнь ну соответственно да когда ты выбираешь своего покемона то геги то есть твой райвл или гарри или как вы там его называете он выбирает покемона который превосходит тебя по силу то есть травяной превосходит по силе водяного и поэтому проблемы будут ну все короче покедекса не дал ничего не дал все забыл в общем мы на радостях побежали а он такой ну ка стопешечки кирпуся а ну-ка давай протестим наших покемонов смахнёмся это первый бой мы вообще должны пососать по сюжету но мы постараемся этого не сделать да я был уже в битве не надо меня учить да 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 Понизили дефенс Чуваку Это тактика Это тактика И теперь такл И наш такл Будет помощнее Чем его ны Мало того у нас еще и поушин есть Клабысь У него уже желтенькие Ну я должен сейчас За две атаки его забрать За одну Свободен Покемон мастер Понял Сразу лоблап Шестой Стады повысились Шикарно Получаешь призовые деньги Покемон становятся сильнее То-се-то-се Все, все нюхаемся позже Говорит дед Сказал Гарри точнее деду И свалил Ну вот такие дела Все Пойдем зайдем к нему в дом Возьмем карту региона Канто И Стадут Конечно Надо будет отхилиться Я слышала Дейзи Сестра Геки Слышала то что Ты смахнулся С моим братом Хотелось бы на это посмотреть Слушай Ну карту отдалжишь Не отдалжит Сначала надо покедекс получить А как его получить Я хрен помню Надо бы отхилиться Попробую Может быть Мама что-то скажет Мама может отхилить А Или я путаю В этом В Эмиральде Может быть Можно было хилиться В кровати Да А здесь тебя мама Типа кормит Вкусняшками Всякими Это домой пришел Отдохнул Покемон у нас Выздоровленный Можно идти Ну и засейвимся Лучше делать это почаще На всякий пожар Шикос Поехали Так ну что В траву Девочка Пиджи Нам нужен Мальчик Пиджи Это одна из Один из моих Ну скажем так Один из моих Супер мега убийц То есть я Пиджи у меня в команде Это обязательно Соответственно Максимальная эволюция Пиджит Но ты бы Это очень крутая Птица Что обязательно Обязательно Ловлен Ратата Нет Такие настоачи Не устраивают Не нравится мне Ни ратата Ни ратике Ну спарит он По нам Бульновато Что-то я уже И отлыбил Но левлы растут Так Новую атаку Выдали Пузырьки Хорошо Но думаю Лучше пока Домой сходить Пою мать Ладно В принципе Драться с ними Не обязательно Да Не обязательно Можно Всегда нажать Run И свалить Но не в нашем Случае Я всегда Бьюсь Это позволяет Покемону Качаться Быстрее Соответственно Пузырьки кстати По-моему скорость Могут замедлить Да Какой-то шанс Из-за мигла Она все Атакует Холостом Если нам Сейчас вдарят Нам будет Очень плохо Поэтому надо ее Кончать Хорошо Ну вот Примерно так Примерно так Нам надо в следующий Город сходить Мне кажется Там мы Наткнемся На Профессора Он нам потом Выдаст Покеболов Покедексы Но по-моему Надо до следующего Города Дойти Но пока не получается Пока Можно конечно Ну Драпать От Диких Покемонов Ну это как-то Не это Не выпендриваться Здрасте Я работаю В Магазине Покемонов А они там Типа это сеть Магазинов По всему Региону Так что По сети Один В городе Веридиан Вот Поушин Дал Мне Спасибо Фак Наткнуться Все-таки Ладно Давай смотреть Пиджи Пацан Третьего Уровня Надо ловить Ловить надо Но у меня Покеболов Нет В любом случае В принципе до восьмого уровня Можем мы до этого Добраться Есть тут еще люди какие-то Или что-то Пацанчик Ну да Я знаю Что с этих штучек Можем так спрыгивать Типа короткая дорога Ну типа сокращать дорогу Так можно иногда Сначала пузырики Возможно Что-то это как-то Влияет Нет Не влияет Я не знаю Может быть Пузырики Может я путаю С Эмеральдом Или с Апфиром Может быть Уже в тех играх Хотя подожди Что вышло Раньше Эмеральд Или Фаер Ред Или Лифгрин Чего-то не помню Ну понятно То что Фаер Ред Или Лифгрин Вышли точно После Сапфира Лирубина Вроде бы Как Но это не беда с двух ударов положен, но здесь когда ты получаешь level up это не так же как в дегемонах то есть в дегемонах получаешь level up и у тебя все статы у покемона сразу выросли то есть и хп восстановилось и все остальное вот я не очень помню восстанавливаются ли атаки нет атаки тоже не устанавливаются засейвились пошли дальше, извините кашляю, немножечко могу в нос говорить, но болею, поэтому и рожь свою не показываю да и не думаю, что я буду на прохождение покемонов показывать свое, так сказать, облик, облик свой но если надо, можно и с вебкой играть, не проблема так, покемон центр, обожаю, и музыку из него обожаю, все обожаю надо со всеми поболтать, может быть что дадут, не дадут поэтому я всегда не гнушаюсь, не гнушаюсь всякими разговорами в покемонах, тем более все, шикос надо в этот магазик зайти хочешь знать о двух видах покемонов-кусениц, а ну-ка расскажи Каторпи, не ядовитый, но видал ядовитый смотри, чтобы твои покемоны были не ужалены ядовитым жалом это неизбежно так или иначе эй, ты пришел из города Палет? знаешь профессор Ока, да? он заказ сделал, можешь отнести ему? так, окей а, ну вот, как раз сейчас, сейчас это там, где-то антидоты можно покупать, всякое такое, в общем, магазы это обязательное, так сказать, место для вот у школы здравствуйте магазы обязательно, конечно, ну обязательное, так сказать, атрибут покемонских игр, покупать покеболы, покупать всякие хилялки воскрешалки, хотя воскрешалки это ревайвки, но, собственно, не купишь хотя, как знать, ну, короче, магазины дело важное как и в любой gRPG например, в драгон кресте ходишь, покупаешь броньки себе, всякие мечи вот а здесь покеболы, плечилки и прочее-прочее важное да, ну хорош промахиваться так, пойдем к профессору, отдадим ему пакет сейчас идем к маме, похилимся к профессору ну, на всякую считаю просто просто нравится мне Дейзи ничего не могу поделать так сказать, соблазнить сестру своего врага очень по-японски доставочка так, доставили, доставили о, гики прибежал ах, да-да-да-да-да-да у меня к вам задание вот вам покедексы собирайте данные про покемонов заполняйте, ловите и т.д. и т.п. ну, естественно, мы всех покемонов не сможем поймать потому что поймать всех ну, лучше на играть еще и в FireRed версию параллельно потому что какие-то покемоны есть в FireRed версии а в Левгрине нет также и в Левгрине есть покемоны какие-то, которых нет в FireRed версии и это надо коннектиться между двумя версиями меняться, обмениваться и т.д. т.е. можно не иметь две версии ну, допустим, вот мы японские пацанчики я и мой корешок какой-нибудь Таширо мы приходим в магазин за игрой вот у нас у меня Game Boy Advance у него Game Boy Advance допустим, я покупаю себе покемон Левгрин а мой дружбарь и покупает себе Таширо покупает себе покемон FireRed и мы параллельно проходим да, что-то там иногда отконнектимся линкуемся сражаемся нашими покемонами ну, так вот развлекаемся и в итоге мы с ним можем договориться типа а поймай мне там, не знаю Гроулитов, например потому что его нету в Левгрине вот он такой базара нет да, ты меня там поймай и кого-то другого кого там нету FireRed я уж не помню кто есть, кто нету и все Таширо меня поймал Гроулита я ему поймал там я не знаю Рапидаш какую-нибудь мы коннектимся обмениваемся и все и все тем самым можем друг другу помогать заполнять Покедекс максимальный вот по-моему при максимально заполненном Покедексе в этой игре тебе могут дать стартового покемона из второго поколения либо из Синдаквилла либо Тататин либо Чикарита ну, короче нам это все равно не грозит нам это все равно не грозит вот поэтому вот нам тут рассказывать про то, что вот про то, что я вам про все рассказываю то, что надо собирать Покедекс полный максимально ловить покемонов с помощью покеболов и так далее типа помочь профессору в изучении покемонов таким вот образом вот ну и отправляемся отправляемся дальше вот по ходу будем тренировать покемонов собирать значки побеждать в лиге участвовать в каких-то квестов против команды R в том числе ходить в данжи в общем у нас полный мир приключений вот так выглядит Покедекс увидено 4 покемона прям ну как бы заименен заименен один вот они вот видишь по этим самым по локациям да типа вот лесные покемоны так водяные так есть прям морские водяные есть морские а есть водяные да понял пещерные горные эти самые как его еще все степные городские редкие ну и так далее короче пойдем словим пиджи попробуем нам нужен пацан пиджи или уже в следующий раз его словить выпуски долгие могут получить более девочки никакого сексизма никакого сексизма пиджи надо будет поближе к покемон центру ловить на всякий случай потому что самый максимальный уровень пиджи это наверное третий вот именно в этой траве еще попробуем в соседнюю травку сходить посмотреть может быть там более высокого уровня есть пиджи поймаем его в одну ловить вот там блин хотя там может быть этот там может быть квест ладно сейчас решим вопрос но пиджи к нам обязательно нужен еще пока что надо потом их потренировать сразу это я записывать не буду да пожалуй тогда сразу мы поймаем пиджи а потом я уже тренировками займусь а потом уже из Деридия надвинем туда выше в сторону брока а это дорога на лигу покемонов дорога 22 естественно здесь мы огребем с вероятностью много процентов вот здесь манки обитают хотя нет третьего уровня слабачки с них опыта вроде льется так что для прокачки здесь самое хорошее место 31 экспа пятый уровень есть а пиджики здесь ходится я просто не помню это чист трава кремон о четвертый уровень здрасте тоже девчонка ну кстати в моей основной пятерке сатанистов девчонок нет а вот шестой покемон часто бывают девчонки например какая-нибудь найндейлз огненная обожаю один из любимых огненных покемонов тут еще лапрасы бывают дарят это же не бывает а дарят но он иногда девочка иногда мальчик как-то рандомно непонятно вот у меня чаще девочка была чем мальчик я думаю и повезло лапрас я тоже воспринимаю как тянку в основном ой-ой-ой пыль, а если здесь не окажется пидж поделать я тут потрачу время на прокачку но 10 уровень не лишний будет если чё ладно давай здесь краешку ходить манки а вы думаете его или нет нужен нам манки или не нет в пятерке основной не было а уж тем более не было ну и шестым рандонным он тоже не был никогда это хер нам короче анизить а не биджи нифига ну давай ладно попробуем еще не ротаты да манки я здесь качнусь потом вне записи сейчас мы уровень возьмем уровень возьмем битчо а это этот самый в панцирь на деф пустил к ладно пойду в покемон центр потом обратно сюда зайдем хотя не знаю стоит ли нам это делать или нет потому что там должен быть по сюжету файт с геки с нашим райвалом вот и по-моему у него там покемонов нормально уже он там уже наловил всяких а у нас пока только один это не очень прикольно идем наверх сходим я просто ну пиджи третьего уровня это хорошо конечно но недостаточно и дед нас сейчас будет учить господи да знаю как ловить покемонов дед это все мультик я ничего не нажимаю он мне показывает что надо открыть его глячок выбрать быки и кончик скид где-то нельзя ребят сорян и че тв вот и телевизорик такой в нем можно смотреть всякие эти приколюхи по обучению если ты вдруг что-то забыл о спиро у меня папа тоже любит покемончиков ну и прекрасно здорово дед точнее отец поехали поехали так мы что еще имеем здесь в этом городе увидеть во-первых покебольчик ну там предмет какой-то они тоже в виде покеболов выглядят и джим первый джим перидянского но он закрыт а с дедом поговорить хоть можно это последний джим по-моему в который мы должны попасть по сюжету так это у нас еще подсказки для тренеров интересно вот дорога номер два вот здесь по-моему ловятся эти самые да ебт опять ротата господи что-то можно Сэмми уничтожь ее понимаешь педал дэмод уже какой ну на 10 уровень что ты хочешь как говорится шлеп до свидания нам бы пиджи ебать мы это можем до утра ловить так как ты удараешь что ли и уровни снарки тоже вторые а впереди там этот самый лес Велидиан хрен мы там пиджи какого найдем потому что там одни эти одни червички оооо бидж девчонка жалко ну ладно будем искать сейчас в этой траве точно когда поймаем пиджи хотя разницы нету теперь уже да если не двухстром третьего левла не больше пиатова ууууу вот это удача Let's go, Сэмми. Сделаем. Давай, пузырьками для начала. Хорош. Терпимо. Еще пузырьки. Только без крита, пожалуйста. Желтенькая. Так. Так. Попробую, попробую, попробую. Сколько пакетболов у нас? Пять, я хоть все их потрачу, мне плевать. Но пятого уровня пиджи, камон. Камон. Let's go. Забираем. Отлично. Отлично. Ой, это прям, ну да, честно, это очень круто. Не третьего, там, не второго уровня. Пятерик. Пиджи. Дать, конечно же. Конечно же. Моего пиджа. Всегда. Звали. Скай. Небесный, поднебесный. Все, шикос. Приколдесс. Крутяк. Супер. Гов покемон центр. Там я уже запись закончу. Потренирую поцкимонов. И дальше пойдем в приключения. На 45 минут. Вступительный, так сказать, ролик. С прохождением. Такие дела, ребята. Все. Проходим потихонечку покемонов. Левгрин. Крутяк. До следующего видосика. Субтитры сделал DimaTorzok